Вяжем тепло, дарим добро. Активные оскольчанки открыли региональный филиал клуба 28 петель. Его участники вяжут носочки, шапочки, жилеты и массажные коврики для недоношенных малышей, помогая им сохранить необходимое для жизни тепло. О том, как развивается добровольческое движение в Старом Москоле, следующий репортаж. Ольга Куликова вяжет вещи для недоношенных деток, появившихся на свет с экстремально низкой массой тела. Совсем скоро вот этот крошечный шерстяной пледик отправится в Старооскольский перинатальный центр. Вместе с Ольгой для малышей вяжут еще 16 оскольчанок. Все они члены регионального филиала клуба 28 петель. Вязание, оно доставляет мне удовольствие, потому что это хобби. А хобби должно приносить радость жизни. Когда я вяжу, не знаю, вот представьте, из мотка пряжи и двух спиц получается какая-то вещь. То есть вот еще и создание какой-то вещи, то есть сама радость. Ну и потом я понимаю, что детки будут согреты этими вещами. Это не менее важно для меня. Елена Кузнецова – настоящая передовица клуба. Вяжет всего год, но сдает поистине фабричные объемы жилеток, шапочек, метенок и носков. Комплект вяжет за два дня. Вязание для деточек я очень стараюсь настраиваться, потому что это благое дело, и на него все равно нужно внутреннее вдохновение какое-то. Когда ты видишь свои изделия на маленьких ножках, малыша недоношенного, когда ты видишь свой труд, готовый результат, и ты понимаешь, для чего он. Эти вязаные осьминожки – непростые игрушки. Щупальца осьминога имитируют пуповину. Детки трогают их, зажимают в руках и успокаиваются. Изначально информация об этих осьминожках пришла к нам из Дании. Там мама недоношенного ребеночка связала, видимо, интуитивно связала осьминожка, положила в квест, и он успокоился. То есть стал менее беспокойным. На данный момент там они запатентованы, как именно игрушки для недоношенных детей. У нас в России нет. В первые месяцы жизни недоношенным детям необходимы вязаные вещи для поддержания тепла, чтобы ребенок тратил энергию не на согревание тела, а на его рост и развитие. Волонтеры используют только натуральную шерсть или хлопок. Расходные материалы стоят недешево. Вязаные вещи волонтеры отдают бесплатно крошечным пациентам, не онтологиям. Стать участником доброго дела может каждый. Например, подарить пряжу для клуба 28 петель. Ирина Бойко, Алексей Грачев, Денис Остапенко, 9 канал.